Всем привет! С вами Народодегустатор и я продолжаю вещать вам о сюрпризах от Бермастера для всех любителей пива. Сегодня речь пойдет о лимитированной партии пива от трех известнейших украинских пивоварен в честь пятилетия Бермастера. Варвар, Правда и Андервуд. О них сегодня речь и пойдет. Итак, с чего хотелось бы начать? Это вишенка на торте, или точнее торт с вишенкой от пивоварни Варвар. Cherry and Chocolate Milk Stout. И чтобы узнать о том, что в этой бутылке из первых рук, мы придумали вот такую штуку. Привет, я Антон, пивовар команды Варвар Блю, и я вам расскажу про пиво, яке мы сварили в честь пятилетия Бермастер Тей. Когда говоришь про день народжения, обовязково думаешь про торт, правда же? Тому мы решили сварить пиво, яке нагадывало нам это свято. Но это лето, и мы решили сварить пиво легкое, не тяжкое, не алкогольное. И за основу выбрали стиль мюксталта. А отже, наступным вопросом было, как именно торт выбрать из различных рецептов и традиций. Поэтому мы остановились на шварцвальдском торте, в котором мы добавили вишню и какао-боби. Это настоящий международный фьюжн, британский стиль, немецкий торт, украинский вишня. Это пиво, которое перевернет ваши взгляды на споживание его с разными вкусами. Поэтому рекомендуем вам скуштовать его с разными десертами, с чизкейком и шоколадным тортом. Мы горячо держим в куличке то, что вам это пиво нравится. Хай смакует! С днем народжения, пивовмайстер! Отсветкуем все с тортом! Ну а теперь моя очередь пробовать. Аромат насыщенный, и в нем переплетаются нотки вишневого конфитюра, топленого черного шоколада и немного кофе. Причем практически вся эта палитра повторяется во вкусе и мягко тянется в послевкусии, создавая такую себе ауру праздника и желание потусить. Я бы с удовольствием добавил к этому пиву белый пломбир, дабы усилить свое состояние радости после каждого глотка. Двигаемся дальше и следующим к нам врывается экспресс от пивоварни Underwood. И не просто экспресс, а маракуевый. Причем сваренный в очень интересном стиле Berliner Weiss. Ребята ворвались в пивоваренный мир и на полке сельпо так ярко, что уже покорили сердца и рецепторы многих любителей нескучного пива. И я уверен, что ребята из Underwood расскажут нам пару интересных моментов о этом пиве. Привет! Меня зовут Женя Подлесных и я представляю киевскую пивоварню Underwood Brewery. Сегодня я расскажу вам о специальном сорте, который мы сварили к пятилетнему юбилею Бирмастера. Мы выбрали стиль Berliner Weiss. Мы сварили легкий, освежающий, кислый, слабоалкогольный L с добавлением маракуи. Мы считаем, что это пиво идеально подходит для жарких летних дней. Из особенностей приготовления Berliner Weiss хотелось бы отметить усложнение технологического процесса. Это связано с тем, что необходимо внести молочно-кислую культуру для закисления пива. В то время как приготовление элей обычно занимает 8-10 часов, приготовление Berliner Weiss занимает около двух суток. После чего пиво сбраживается по стандартной технологии и в конце добавляется маракуевое пюре. Это делается для того, чтобы, когда вы открываете бутылку, вы почувствовали максимально чистый и плотный вкус и аромат маракуи. В этом пиве вы почувствуете интенсивный и чистый аромат маракуи. Вкус вначале кислый, характерный для стиля Berliner Weiss, после чего раскрывается отчетливый вкус маракуи. Маракуевый экспресс уже ждет вас на полках любимого магазина Сильпо. Аромат сочный, с ощутимой фруктовостью и немного мякоти белого хлеба. Во вкусе появляется маракуя и ее сладость в перемешку с кислинкой пива создает такой себе освежающий летний букет. Я бы порекомендовал к этому пиву морепродукты и мягкие сыры. И точку в этой тройке ярких коллабораций в честь юбилейного бирмастера ставит театр пива Правда со своим квадрюплем Кожаны. Кстати, не особо удивлен выбору этого стиля, так как в последнее время Правда все больше и больше отдает свои предпочтения бельгийским стилям. Привет! Я Юрий Заставный, мы украинская пивоварня Правда из Львова. Я хочу рассказать вам про тот стиль, который мы сварили специально для Бирмастер Дэй в Киеве. Почему мы выбрали именно этот стиль? Нам нравится на какие-то специальные события варить стили, которые делают нам, технологам, пивоварам, какие-то технологические challenges, которые ставят перед нами какие-то тяжкие задачи. Стиль квадрупль – это очень мощный стиль. И это сам по себе технологическим challenge сделать этот стиль корректно, чтобы выбрать правильно дрожжи, чтобы правильно с этими дрожжами спрацювать, обеспечить максимальный комфорт и сделать все так, чтобы они максимально сбродили все цукри, которые нужно для этого очень мощного пива. Кроме того, что это очень мощный стиль и это его великой особенностью, этот стиль есть своего рода и витрина солодов. Это очень зерновый, ячминный, насеченный стиль, в котором хмели играют немного меньше роль. Поэтому это было очень важное задание добиться разом с высоким вместом алкоголя такой симфонии, такой гри зерна, зерновостей, солодовостей, чтобы это пиво было не только мецное и пахло только алкоголем, и алкоголь домінував, а добиться того, чтобы оно было также легкое до споживания, легкое до питания, сбалансоване, заокруглене. Чего ожидать от этого пива? Однозначно от него не нужно ожидать, что оно втамует спрагу в жаркий день, если выпить его сразу в 0,3 или 0,5. Это пиво такого задумливого характера, как добра сигара, ним надо насолодиться повильно, бажано, после вечера, в спокойной обстановке. Я хочу подякувати за увагу и в будущем учасникам, и в будущем бюрмастера. Хочу наперед запросити вас до стенду правды, и наперед запросити вас спробувати цей особливый стиль пива. Дякую за увагу. Крепкий, плотный вкус сразу обволакивает рецепторы, и тянет расслабиться, и не думать ни о чем, кроме этого пива. Самое интересное наступает после пары глотков. В голове начинает играть музыка, и хочется сделать еще глоток. Ну а то и два. Прошутто, хамон и любое выдержанное мясо станет отличным партнером этому пиву. И в окончании напомню, что это лимитированная партия, и ее количество очень ограничено. Поэтому поторопитесь. С вами был Народный Дегустатор, и да пребудет с вами хмель. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова